Привет! Меня зовут Александр Селезнёв, я кондитер, но им я стал не сразу. Раньше у меня тоже пригорало тесто, торты не получались, а шоколад стаял. Хотите узнать, как я научился справляться со всеми этими проблемами? Я расскажу вам об этом в своей программе... ЛАКИ-СТАЛИ! Привет! Вы смотрите программу Сладкие Истории. Через неделю Пасха и начиная с четверга многие из вас наверняка будут печь куличи, готовить Пасху и красить яйца. Сегодня я хотел бы поделиться с вами собственным рецептом кулича и Пасхи. Я начну с кулича. Как вы знаете, кулич готовится из дрожжевого опарного теста. Мне понадобится 50 граммов живых дрожжей. Если вы берете сухие дрожжи, то их нужно будет взять в два раза меньше, 25 граммов. Но лучше все-таки готовить из свежих дрожжей. Дрожжи должны проснуться. Они пока еще спят. И им нужно будет чем-то питаться. На одном молоке далеко не уедешь. Поэтому им нужно дать сахар и муку. Где-то одну столовую ложку сахара. И немного муки. Эту опару обычно ставят в теплое место. И она должна подойти. Я буду использовать замесочное блюдо. Налью сюда воду теплую. Поставлю сюда. Замесочное блюдо меньшего диаметра. И все это накрываю крышкой. Опара должна подойти в течение 30 минут. Пока дрожжи будут подходить, мы берем два вот таких больших стакана муки по 320 граммов и просеиваем. Обычно тесто раньше ставили на ночь. И оно всю ночь подходило. И только с утра пораньше тесто выкладывали в формы и выпекали. Потом в муку нужно будет добавить ванилин на кончике ножа. Чуть-чуть. Если вы добавите много ванилина, то потом кулич будет горчить. Итак, продолжаем. Берем один стакан сахара и пять яиц. Все это нужно будет взбить пышную и воздушную массу. И сейчас яйца с сахаром взбиваем миксером. Яйца обязательно нужно подбить для того, чтобы кулич был користым, воздушным и очень нежным. Он должен быть очень-очень легким. Для того, чтобы кулич не был совсем пресным, нужно будет добавить сюда еще также щепотку соли. Теперь все ингредиенты нужно будет сложить в одну емкость и замесить тесто. Тесто нужно замешивать очень долго. Желательно, пока пот у вас не сойдет от затылка до поясницы. И только тогда тесто считается вымешанным. Поэтому нужно применять большую физическую силу. Я воспользуюсь электрическим миксером. Опара у меня поднялась. Посмотрите, стала воздушная, легкая и пузырчатая. Теперь эту опару я добавляю в яйца. Дрожжи разгулялись. И сейчас они будут гулять уже в тесте. Замешиваем тесто до однородной консистенции. И как только все ингредиенты соберутся, я добавлю кулич, один стакан жирных сливок. Мне этот рецепт очень нравится. Я всегда, каждый год пеку куличи именно на сливках. Многие добавляют сливочное масло. Я люблю на сливках. Очень нежный получается. Я обязательно рекомендую вам, чтобы вы этот рецепт попробовали. Тесто вымешиваем в течение 10 минут. Смотрите, тесто должно быть жидким. Оно не должно быть густым, как на хлеб. Когда вы замешиваете хлеб, то хлеб или булочки... У вас тесто такое густое. Здесь нет. Здесь оно легкое и воздушное. Посмотрите. И самое главное, чтобы оно хорошо тянулось. Потому что когда трозы начнут подходить, и кулич должен очень хорошо растягиваться. Клейковина хорошая. Видите, как тянется все? Взумительно. Это говорит о том, что мы все сделали правильно. И теперь тесту надо будет подойти в течение часа. Оно должно подняться. Ну а пока подходит тесто на кулич, я приготовлю пасху. Основой пасхи всегда является творог. Но я не буду готовить обычную. Я приготовлю черничную пасху. Для начала нужно будет протереть творог. Творог, конечно, можно протирать через сито. Посмотрите, он у меня густой. Я буду использовать мельницу Фантазия. Очень удобная мельница тем, что здесь можно протирать не только творог. Я здесь протираю также и ягоды. И черную смородину, и малину, и клубнику. Вот сейчас лето будет, можете протирать все, что хотите. Можете отварные овощи превратить в пюре. И все это делается за несколько минут или секунд даже. Творог желательно брать сухой, рыночный, домашний, нежидкий. И начинаем его... Смотрите. Вот так, крутим. И нам нужна однородная творожная масса. Посмотрите, как идеально протирается творог. Итак, творог мы протерли через мельницу. Посмотрите, какая получилась однородная консистенция творожная. В принципе, можно протереть еще один раз. Я считаю, что одного раза будет достаточно. Отлично. Отлично. Теперь мы берем 200 граммов сливочного масла и 200 граммов сахарной пудры. Все это нужно будет взбить. Сахарную пудру мы обязательно просеиваем. Именно сливочное масло будет держать форму в пасху. Мы потом будем убирать ее в холодильник. Также мне понадобится 50 граммов миндаля. Я возьму листовой миндаль. И его нужно будет обжарить до коричневого цвета. Миндаль обжаривает при температуре 200 градусов. 4-5 минут. Пока жарится миндаль, я подготовлю сливки. Берем холодные, 35% жирности сливки и взбиваем их миксером. Миндаль готов. Достаем его из духовки. И даем возможность ему немного остыть. Сливки взбиваются буквально за считанные секунды. Смотрите, они держат форму хорошо. Отставляем форму. Самое главное, чтобы сливки хорошо охладились. Только тогда они взбьются быстро и не превратятся в масло. Итак, сливочное масло с сахарной пудрой мы взбили до бела. Смотрите, масса стала белоснежная. И теперь сюда я добавляю еще 3 желтка. Желтки можно уварить на водяной бане слегка. Можно добавлять так. В готовую творожную массу, посмотрите, такая эластичная она получилась, мы добавляем взбитое сливочное масло с сахарной пудрой и желтком. Для того, чтобы пасха имела ванильный вкус и аромат, я добавлю сюда также на кончике ножа ванилин. Итак, сливочное масло с сахарной пудрой перемешиваем с творогом. Потом сюда же мы добавляем взбитые сливки. И все это аккуратно перемешиваем. В самом конце замеса нужно будет добавить 50 граммов жареного миндаля. 200 граммов цукатов. Цукаты можно брать разноцветные. Можно добавить изюм. И уже в самом конце, я говорил, что у нас пасха необычная, добавляю 2 столовые ложки черничного варенья. Можно добавить клубничное, малиновое, какое вы любите. Я люблю, когда у меня пасха имеет фиолетовый цвет. Я люблю все яркое, необычное. Итак, масса готова. Обычно на пасху ставят еще гнет. Для того, чтобы лишняя влага ушла. А еще многие кладут марлю. Я не буду. Я выложу так. Равняю. Немного приоткрываю нижнюю крышку, для того, чтобы сходила лишняя влага. Сейчас я закрою сначала крышкой. Сверху. И снизу приоткрою эту крышку. И отсюда у меня будет выходить лишняя влага. Пока будет охлаждаться пасха, мы займемся куличом. Посмотрите, как у нас поднялось тесто. Оно увеличилось в объеме, стало легким, воздушным. И что я делаю? Я обычно беру вот так. Я опускаю туда руку. И тесто садится. Смотрите, какое оно получилось. Нежное, воздушное. Тесто почти готово. Почему почти? Потому что осталось только добавить сюда 100 граммов цукатов и 100 граммов изюма. Когда вы замешиваете тесто, не нужно сразу добавлять изюм и цукаты, потому что тесто будет тяжело подниматься. Это же все тяжелые продукты. Поэтому это добавляем в сухофрукты только в самом конце. И еще раз все перемешиваем. Смотрите, какая клейковина. Это говорит о том, что кулич будет тянуться и растягиваться. И он будет легким и воздушным. Если бы вы перебухали муки, то тесто было бы одним большим куском. А оно должно быть и не густым, и не совсем жидким. Смотрите. Вот это настоящий кулич. Как мне нравится. Куличи обычно выпекают в цилиндрических формах. Но я буду использовать сегодня форму этаповая 500 миллилитров. Их нужно будет предварительно смазать сливочным маслом. Итак, форму смазали маслом. Теперь маслом нужно смазать руки, чтобы тесто не прилипало к рукам. Так, смазали руки. Теперь берем тесто. И небольшими порциями, вот такими, немного, чуть-чуть, Выкладываем в форму. Смотрите. Это тесто сейчас вот в небольшой комочек превратится в очень большой кулич. Для того, чтобы не образовывалась корочка, я рекомендую закрыть формы крышками и дать возможность куличам подойти в течение 30-40 минут. И как только тесто поднимется, мы будем их выпекать в духовке. Так, посмотрите. Здесь у меня остался цветок. Снимаем крышку. Поверхность готовой пасхи можно украсить либо цукатами, либо орехами. Я все-таки хочу, так как весна, украсить ее свежими ягодами. По бокам можно выложить украшенные яйца и посадить еще фарфоровых зайчиков. Сверху пасху можно чуть-чуть припудрить сахарной пудрой. Пасха готова. А тем временем у нас подошли уже куличи, и пришло время отправлять их в духовку. А сейчас в нашей постоянной рубрике «Сладкие легенды» мы расскажем вам о Пасхе. Известно, что из Византии в Киевскую Русь пришло христианство, а вместе с ним и ритуал празднования православной пасхи. Отмечают ее, соблюдая некоторые традиции. Например, красят яйца. Думаю, у многих возникает вопрос, почему. Такая традиция праздника связана с именем Марии Магдалины, которая проповедовала о воскресении Христа перед Тиберием и дала ему яйца с призывом «Христос воскрес!». В этом утверждении император Тиберий усомнился и сказал, что в это трудно поверить, равно как и в то, что яйцо может стать красного цвета. И в этот же момент случилось следующее. Белое яйцо стало ярко-красным. Так на праздник Пасхи красить яйца стало традицией. А красное яйцо стало символом воскресения Христова. Однако это не единственная традиция праздника. Существует еще один обряд Пасхи. В чистый четверг и страстную пятницу нужно печь куличи и делать Пасху. Также существует поверие, что добрые дела, совершенные в этот день, снимают грехи с души. Но есть место и веселье. Например, дети устраивают покатушки. У кого яйцо дальше укатится? Куличи готовы. Достаем их из духовки. И им нужно сейчас остыть. Ну а пока куличи будут охлаждаться, я приготовлю белковую глазурь. Мне понадобится для нее один белок, немножко лимонного сока и 200 граммов сахарной пудры. Отделяем белок от желтка сепаратором. В этом же сепараторе меняем насадку и делаем лимонный сок. Посмотрите. Для того, чтобы белковая глазурь застывала быстро, нужен лимонный сок. Чуть-чуть, несколько капель лимонного сока достаточно. И теперь сюда мы добавляем сахарную пудру, которую нужно обязательно просеивать. Сахарную пудру вводим постепенно, не всю сразу, по чуть-чуть. И миксером начинаем перемешивать. Белковую глазурь лучше наносить на охлажденные куличи. Если вы будете наносить на теплые, то она поплывет в глазурь. Белковая глазурь готова. Посмотрите, она должна держать форму и чуть-чуть стекать. Вот такие у меня получаются куличи, которые нужно будет сверху смазать белковой глазурью. Смотрите, какой еще получается глянец из-за лимона. Блеск. И сейчас эта глазурь застынет за 5 минут. Обычно на куличах сверху рисуют надпись ХВ Христос Воскрес. Я сделаю это миндалем. Орешками выложу. И по бокам кулича нужно будет аккуратно выложить кубики цукатов разноцветных. Пока глазурь еще окончательно не застыла, они приклеиваются хорошо. так что вы, уважаемые телезрители, убедились, что приготовить пасху и кулич это не так-то и сложно. И я уверен, что вы обязательно приготовите их сами дома своими руками, а не пойдете покупать их в магазин. А я с вами прощаюсь и увидимся ровно через одну неделю на телеканале домашним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok